Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Первый мяч забил Георгий Зотов с дальней дистанции. Кстати, это уже стало фишкой Самарского клуба, который матч футболисты распечатывают ворота соперника именно в таком стиле. Второй спортивный снаряд в сетку со штрафного отправил Сергей Корнеленко. Крылья одержали пятую победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу Национальной лиги. На хвост авиаторам сели Красноярский Енисей и Питерская Динамо. Следующий матч Советы проведут на Металлурге в воскресенье в 19.00 против Новосибирской Сибири. А до этого в среду отправиться в Сызрань и встретиться с одноименной командой в рамках 1.32 Кубка России. Три бронзовых медали серебро и золото привезли с первенства страны тольяттинские грибцы. На озере Сазанка, Энгельс, Саратовская область, на лодках Дракон трижды наши спортсмены показывали третий результат на 200-метровке. А вот уже на полкилометра экипажи завоевали серебряную и золотые награды на чемпионате России. Настоящие футболисты грязи не боятся. Во время тольяттинского экстрим-марафона «Хрящевка-челлендж» пройдет первый открытый чемпионат Самарской области по болотному футболу. За призы может сразиться любая команда с любым уровнем подготовки. Такие турниры популярны в Финляндии. Правила игры просты. Площадка 60 на 35 метров, два тайма по 13 минут. Команды играют 5 на 5 без офсайдов. Разрешены смешанные составы мужчины и женщины. Запрещается играть без формы и менять обувь во время матча. Можно вообще выйти на поединок босиком. Первый чемпион Самарской области по болотному футболу определится 9 сентября. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!